здравствуйте дорогие друзья с вами валерий болсыновский давайте поговорим о приобретении знаний в школе ребят смотрите сейчас секунду ну например что вы понимали одно из направлений в школе это направление занятий по видео урокам она совершенно несложная то есть по сути дела человек переходит на курс кликает открывает смотрит курс при помощи там call control плюс увеличивает уменьшает player и погнали смотреть уроки и проделывать далее есть код принципе так человек приобретает определенные знания но этих знаний я бы сказал не очень достаточно поэтому я начал использовать еще один метод то есть дополнительно как метод который делает из человека программиста давайте посмотрим для начала реальный пример сейчас я вот когда будете на досуге да на досуге хотите стараться программистам читайте это ссылка будет да и почитайте да то есть тут где-то что люди пишут где-то о программировании есть второй метод сейчас я сразу перейду к сути и он себя оправдал вот есть люди которые за полгода начали писать на двух языках каким способом во первых я хочу поблагодарить нового участника валентину которая пришла в школу и сразу уже я увидел домашнее задание но сразу хотелось действительно помочь валентине валентина это видео для вас и для других ребят которые чтобы осознали самую важную возможность школы то есть где я участвую в процессе обучения индивидуально да действительно был вопрос это вопрос относится к сайту котлин по аргументам arcs сразу покажу чтоб вы не терялись в python такая же методика применяется расширенное изучение python где с markdown документа мы переходим в группу где формулируется уже вопросы по python ооп я как раз это отвлекусь немножко я как раз сделал сейчас для людей которые работают с python ооп как правило методы с двумя нижним подчетками остаются кроме и нет недостижимыми так вот я их разбил на один из категорий сейчас мы все изучим ладненько теперь перейдем к валентине именно я хочу прочитать вам сообщение чтобы вы поняли к чему я веду то есть есть результат да ребята кто хотел начали писать на нескольких языках цель школы сначала я валентину поправил но поправил так постарался чтобы она ни в коем случае не обиделась на вы валентина молодец ну что вся сразу взялись за работу есть небольшие рекомендации чтобы ваши ответы были наиболее полезны для других людей и неплохо бы и неплохо что прикрепляете zip файлы чтобы человек мог скачать отличная мысль но все же было бы очень хорошо если бы основной код также дублировали в сообщении ведь сообщение читает другие ребята старайтесь не просто ответить а принести новое здесь я новому человеку просто который вижу выполняет задание я начинаю помогать уже выполнять может абсолютно любой человек сейчас вам плохо видно я прочитаю валентина прочтите цели и задачи школы ребят вот я сейчас скажу мысль да вы просто ее переварить и думать будете потом а можете даже записать на самом деле ведь видео те же видео уроки это не самое главное ребят благодаря видео урокам можно сделать многое научить человека программировать но я уже последний после семнадцатого года начал ставить задачу чтобы человек стал программистом то есть по сути дело человек сам может стать программистом ему надо помочь в чем роль преподавателя абсолютно верно давайте сформулируем на самом деле что такое программирование по сути дела это умение пользоваться справкой да вы запомните то что вы часто используете но вот сейчас я скажу так как это просто вот понимаете все минутное желание вот рассказать да поэтому я не готовился так вот вот понимаете какой навык надо приобрести программисту вот представьте вы пишете приложение да ну например там решили написать социальную сеть и по сути дела по сути дела важно вы можете чего-то не знать но у вас должно уже в голове возникнуть а что вы будете использовать списки словари кортежи библиотеки какие что то есть если вы задумали приложение и способны правильно найти ответы быстро либо подсказки до посмотреть опыт где-то библиотеку где-то самому дописать то значит все нормально потому что программирование в любом случае это умение пользоваться справкой я начал очень серьезно развивать эту вещь да то есть вот этот опыт и так читаю дальше поймете сейчас речи идет о именно сайте котлин да хотя как я сказал на python жанга тоже используется я дальше пишу валентине портал котлин очень особенный здесь используются иные методики которые накоплены за много лет что я имею под иными методиками сразу чтоб вы понимали обратите внимание даже когда прохождение курсов я это не раз говорил но повторюсь возможно люди смотрят мое видео первый раз вот идет котлин с нуля вот объявление переменных баз дальше функция да а потом недалеко и класс на самом деле задумка очень простая если вы спросите любого программиста что он делает когда пишет программу как правило он пишет функции либо методы метод это та же функция только в классе но по сути тело основная рабочая лошадка это функция так подумайте одно дело разрозненно учить язык другое дело взять функцию в пределах функции изучать там объекты код то есть постоянно нарабатывать опыт написания функции потом метода в классах то есть человек действительно реально учится первое это важно сейчас первое учится писать функции учится связывать функции и использовать них другие вещи языка то есть действительно реально учится так вот стоп ребята дальше портал это особенный да то есть здесь используются другие методики почему потому что очень сложная тема и домашние задания на этом сайте у домашних заданий есть особые условия и это не трудно выяснить на самом деле если показать и посмотреть домашние задания то они довольно интересны они все расширяют они все расширяют тему то есть к чему я веду ребята я веду к тому чтобы кроме котлин вы все равно залазили в джава понимаете котлин это простой джава на самом деле если посмотреть котлин да и взять о проекте то конечно же котлин очень крут он работает так же как джава это и есть джава только вот то что на котлин одна строка на джава 40 строк но все таки все равно я делаю так чтобы очень много в котлин надо понимание джава поэтому постоянно я ребят подвигаю к тому чтобы в конце на выходе они знали и жава и котлин и python то есть по сути дела вот эта тройка языков ну вы знаете ну нет тогда преград вообще любые проекты за последние годы я заметил что в принципе программировать начинают те люди быстро которые понимают как и где информацию и что особенно сложно именно на первом этапе сформулировать вопросы для своего приложения то что я говорил вначале поэтому я в школе в группе постоянно занимаюсь ну смотрю люди которые проявляют активность как раз таки я и стараюсь им задать вопросы уточняющие почему я это делаю сейчас объясню то есть какова цель помогает самому участнику который отвечает на вопрос осознать глубину второе научиться искать и собирать информацию для задач да для своих постоянно тренировать мысленный процесс расширяя знания очень важно привносить новое и главное еще одно из помогать другим значит эта методика на самом деле уже проявила себя в школе и очень великолепно например ну я приведу вот живой пример сергей асачи он начал писать за пять месяцев на двух языках он использует два подхода первый учится по урокам второй я задаю вопросы он на них отвечает и вот приведу сразу пример например изучение пайтом оопе я собираю вот ответил что такое метод new асачи да то есть разбираем конкретно да чтобы до этого и нет разбирали до этого сельф то есть чтобы грубо говоря не было не знанию места чтобы мышь не проскочила почему ребят очень важный момент ставлю перед перед школой теперь задачу каждый кто участвует способен помочь и себе и другим важно это хотеть и взять за правила не опираться на других например не думать так ну а а другие допустим не делают ребят вообще этот принцип надо вычеркнуть из жизни обратите на меня внимание я всю жизнь с энтузиазмом я делаю не потому что а потому что просто мне нравится программировать ребят это то что говорил в легенда 17 тренер тогда своему ученику помните там был момент да не в канаде дело просто он ему объяснял что ты должен любить играть так вот я просто люблю программировать и это делаю не потому что это кто то делает никто кто то не делает да просто мне нравится я живу не живу я живу у меня принцип такой не дня без строчки кода и запомните никогда не осуждайте людей люди могут делать не делать по разным причинам например не получается нет времени хочется или иные причины ну действительно ну бывает нет настроения всякое так вот побуждайте человека я стараюсь своими занятиями что вы думаете я моя первичная цель вот сделать программист и не и все да нет почему почему со школы вышло очень много программистов которые начали развиваться дальше потому что цель я ставлю первичную чтобы человек не бросил язык да он сейчас где то может остановиться но он я знаю что продолжит вот что энтузиазм а то что знания это мелочи их приобретут значит дальше исходить надо из правил я делаю в первую очередь для себя и ребята ведь каждый из нас каждый из вас и каждый из нас вообще ведь приятно когда мы пишем это кому-то помогает то есть польза польза заложена в нас самих понимаете и самое интересное что вот сейчас меня опять могут не услышать да ребят но ведь это напрямую связано с деньгами я сейчас не буду объяснять механизм но как только вы научитесь помогать другим вы будете ваши проекты будут продаваться есть люди которые работают работают и у них ничего не получается да вроде все хорошо вроде сайт красивый а никто к ним не приходит а есть люди которые просто делают это искренне не потому что а потому что просто им это нравится и постоянно стараются помочь другим людям и бац все все нормально поэтому привычку упрекать мы вообще никогда забываем и вот смотрите вот человек ответил да Валентина да она большая молодец что начала обязательно поддержим ее это все аргументы кроме массива строки но я предложил Валентине а давайте посмотрим шире вот смотрите сколько у меня всплыло да а я бы хотел чтобы у вас этот опыт был сегодня то есть моя задача поставить вам вопросы чтобы вы закрыли этот вопрос навсегда а давайте кроме того чтобы вот этого момента новичок прочитает и человек не будет понимать ничего да он прочитал ну да кроме чего то там а давайте и я для Валентины сформулировал один из вопросов первый вопрос все аргументы это сначала уточним так все таки аргументы или параметры раз и здесь надо задуматься да программисты и я сам называем по-разному но ведь здесь мы разбираемся и по крайней мере пусть человек поставит для себя точку аргументы или параметры в Kotlin и Java потому что в Python будет по-другому я не буду сейчас отвечать на этот вопрос значит вам нужно ответить на вопросы что такое аргументы если они есть в языке ну небольшая провокация что такое параметры если они есть в языке Kotlin второй вопрос чтобы аргументы и параметры стали на место тогда приведите пример кода а где ваши аргументы находятся покажите ну действительно человек напишет код и поймет ага но все таки это аргументы или параметры давайте отвечать потому что в принципе программист программист поймет но с другой стороны у Python одно допустим у Kotlin другое да у GC третье но все таки это надо разложить по полкам третий вопрос возьмите также пример с другого языка такого как Python и там покажите что есть аргументы вы знаете вот я в последнее время очень часто говорю об изучении двух языков пока вы будете штудировать один язык и поверьте мне вы разберетесь что такое аргументы или параметры там в Kotlin или в Java но примерно забудьте через неделю если вы возьмете Python и Kotlin да допустим а если Kotlin значит и Java то вы навсегда запомните будете четко понять ага там там это там другое приведите пример кода дальше ну раскладываем ответ кроме массива строки на самом деле опять же к массивам куча вопросов если брать за стать что мы готовим а я стараюсь готовить многопрофильного программиста который способен изучил два языка на третьем писать сходу то вопросы такие как массивы строки они должны просто быть в голове вот они у меня допустим всплыли да сразу поэтому ставим вопрос уточните что такое массив и сразу подсказываю нужно посмотреть Java потому что в Kotlin массив то же самое приведите пример кода вопрос пятый почему кроме массива и строки приведите пример кода посмотрите Java вопрос шестой что делает массив строк Kotlin или Java приведите пример кода семь а как выглядит массив в Python в чем разница между массивом Kotlin вот почему я говорю ребята понимаете массиву разен разница в C допустим одно дело в G C то есть но стоит нам взять Python да допустим и Kotlin массивы и мы четко осознаем разницу в первую первую очередь мы осознаем разницу что массивы разные и уже когда Валентина будет смотреть тот язык то она когда будет читать языке массив поверьте мне она внимательно отнесется к тому а что есть массив в этом языке до этого момента но вряд ли бы это происходило я ей подсказываю чтобы понять массив Python нужно посмотреть библиотеку NumPy приведите пример кода вопрос восьмой как связан массив строк с точкой входа в Kotlin приведите пример кода ну это надо написать первую программу любую любую программу на сайте которую на сайте Kotlin мы сразу поймем откуда ноги растут все очень просто а у нас даже быстрый старт начинает с программы загляните в Python а как там обозначаются строки приведите пример рассказываю живой пример у нас есть Александр Ситушкин который пишет там я пишу программу на Java Java у нас здесь сегодня я не даю да по сути дела мы работаем с Kotlin но человек работая с Kotlin начал писать программу на Java и он пишет так я же изучал Python знаю что там есть строки значит строки должны быть и Java просто они там оказывается называются по-другому но ведь смысл строки то всегда остается то есть я привел пример что человек зная один язык вторым разбирается быстро и по сути тело изучая Kotlin он начал писать программу на Java еще ну ему так интересно и наконец найдите исторический ответ покупайте почему в Kotlin используется массив строк из какого языка это пришло это важно понимать ребят на самом деле чтобы ответить раз навсегда последний вопрос а что такое собственно строка как вы это понимаете что это я дал подсказку где это найти да по сути дела везде строка она одинаковая по сущности своей в любом языке там есть определенный смысл да но посмотреть и опишите так чтобы понял ребенок шести лет своими словами ну и дальше благодарность действительно молодец человек что взялась Валентина за дело сразу поддерживаю всей душой и порекомендовал почитать вечерок просто с этого сайта где я собрал материал ну стать программистом здесь просто та информация которая заставит вас задуматься то есть ребят что я хотел сказать вот на живом примере да нужно использовать два подхода ребята видео уроки когда вы делаете но почему я начал использовать этот подход сейчас поясню просто сейчас я не открою приложение чтоб нарисовать может быть не будет видно ну ладно вот смотрите ребят вот человек изучил язык вот попробуйте остановить видео да и взять лист бумаги и ручку нарисовать чтоб понять меня да вот шаг один человек изучил язык то есть будем называть сейчас что изучил язык под этим понимать что он изучил типы объектов там он изучил функции ну в общем грубо говоря прошел язык это шаг один и а теперь про себя думаете на каком шаге сейчас вы вот шаг один по сути дела грубо говоря так смотрю урок понимаю урок посмотрел сам написать ничего не могу расстраиваться не надо это нормальный период так вот следующий период когда человек начинает писать в школе допустим допустим в школе python сразу мы начинаем писать приложение на джанга то есть и так начинаем применять но оказалось это второй шаг то есть напишите второй шаг я пишу приложение ребят теперь вам ответ сразу запомните начало программирования вас как программиста начинается с того момента как вы начинаете применять язык то есть писать приложение например вы можете изучать язык там месяц год два но как только вот вы начали писать приложение да пошел отсчет а теперь смотрите ребят вот вы написали пункт один пишите и пункт два так вот а теперь поставьте между ними время т так вот время т разное у одного может быть полгода у второго год да рано или поздно каждый человек начинает писать и я постоянно думал а как же взять это время и укоротить до минимума и оказался гениальное все просто вопрос на поверхности во первых я начал использовать методику где формулировать вопросы то есть задавать вопросы в таком стиле которым я посмотрел и по ходу да то есть первое надо человека научить работать не только с языком а то что предполагает язык вот допустим мы сейчас рассказали аргументы все кроме массива и строки но ведь вытянулось на наружу знаний и что такое массивы а новичок навряд ли это представляет а если он полазит и это уже будет понимание пусть он не полностью поймет но как только допустим он доберется до массива в пайтон и сравнить массив котлин и джава ему в момент ока все станет понятно ребята это важная мысль в момент ока как только сравнили два языка это отразилось потому что так работает наш мозг смотрите отвлекусь немножко понимаете наш мозг работает именно так у нас есть две крайние точки допустим голод пресыщение или там жажда пресыщения мы всегда находимся где-то между хотим пить не хотим пить сильно хотим пить да и то же самое здесь получается когда мы берем два языка то у нас бац и это проявляется моментально если бы мы просто изучили допустим массив джава ну массив джава а с чем сравнить а не с чем и получается ну массив ну и забыли нет ни яркости нет ничего нет то что оттеняет ну как только допустим мы берем массив пайтон и массив джава или котлин сразу существенная разница мы начинаем понимать что массивы разные что оказывается в разных языках даже само слово одно но понятие массива другое и несут они разную вещь и понятно что на выходе человек будет понимать что такое массив абсолютно верно если он заглянет какой-то язык то он уже массив не пройдет он себе задаст а что же тут массив ага понятно это как там все писать можно дальше смело это уловили так вот вы поставили между этими двумя ну то что вы нарисовали время это первое задание вопросов второе попутно тренируем язык каким способом а таким как вот допустим мы начали здесь кроме этого мы в школе джанго это я показывал также идет эта тренировка то есть по сути дела где человек прорабатывает допустим мы сейчас начали магический метод то есть посмотрели видео вошли в курс и все вот есть конструктор и нет да и таким же методом вопросов мы разбирали это в python что такое конструктор и нет то есть я задал вопросы и погнали отвечать в конце концов вывернули наизнанку но после этого каждый способен разобраться что такое и нет и будет применять с глазами с любыми то есть я хотел сказать ребят сейчас важно опять же воспринимайте на слух когда мы применяем несколько методов то есть первый метод это обучение по видео урокам да уже ну я все время говорю больше 14 суток видео уже наверное еще больше в школе видео по видео урокам это раз второе мы постоянно тренируемся то есть в самом языке почему потому что например вот смотрите приведу абсолютно живой пример для участников школы Александр Ситушкин опять ну так получилось что он писал он написал сообщение я его сейчас не найду но произнесу его суть этого сообщения Александр пишет когда я начал начал изучать Python и работал с ПКТ библиотекой да то есть графической интерфейс и там везде использовался метод супер он говорит я нифига не понимал что это за метод что он делает и вообще как это все работает но я его применял а это не должно быть в принципе ну действительно ну не было времени разобраться не было понятия вот я понимаю важность этого метода потому что он применяется абсолютно везде то понятно что я не зря поставил метод супер и задал кучу вопросов чтобы чтобы человек вывернуть и в конце концов наконец-то я осачи вот больше всего занимался я вам не покажу ответ но в конце я получил то что хотел мы разобрались внутрях но я хотел получить одним предложением ответ простым чтобы понял ребенок шести лет и я его получил и то есть значит кто проработает с этой темой получит каждый но теперь я точно понимаю что допустим когда мы работали пишем социальную сеть но работали с моделью и применяли тот же метод супер вот допустим я говорю в Python вот здесь пожалуйста в Django то у человека сто процентов будет полное понимание потому что это то что надо то есть ребята в чем еще особенность вот этой школы то есть я не беру там ни какие-то учебные курсы ничего все что берется берется либо снутри джанга снутра джанга либо то что применяется то есть то что надо в первую очередь то и тренируем допустим в начале мы шли тренировали функции потом применение функции в общем то что надо программисту в первую очередь так вот подвожу итог то есть по сути дела к чему я веду я сейчас сделаю несколько выводов я прошу вас кому не безразлично ваше будущее запишите и подумайте и так правило номер один которое я вывел изучайте по минимуму два языка один с динамической типизации один со статической типизации это даст первое первое лучше записать и обдумать потом это не значит не надо понимать что вы выучите только python допустим и kotlin ну во первых по минимуму вы будете знать python kotlin java а на этих трех языках можно написать вообще все что угодно на python северную часть на kotlin можно северную часть мобильные приложения на java в общем куда хотите потом еще цепляйте его и мобильные приложения и все по сути дела нормальный программист ребята самое главное здесь снимается барьер вот именно то о чем я говорил в этом уроке когда мы начинаем разбирать один я уже потерял но вы помните да про валентинина задание вот оно где-то здесь у меня еще то есть то есть по этому заданию с которым мы с валентиной разбирали то есть я говорил много о сравнении двух языков именно у вас начинается вот этот процесс пока вы изучаете один язык процесса не будет вы всегда будете думать так хоть бы выучить один и это будет сложно но как только вы начнете изучать два языка то на самом деле есть одна важная вещь запомните все языки имеют одни и те же элементы функции типа объектов только записываются по-разному звучат по-разному но принцип у вас приходит осведомленность языка то есть вы в конце концов у вас начинается процесс вы понимаете что есть в языке это важно ребята и поэтому изучая третий язык вам не надо его изучать вы посмотрели ага там функция первого уровня мне понятно что делать потому что базовые понятия вы все будете знать это важный момент то есть у вас вообще когда вы начинаете изучать два языка то у вас снимается вообще боязнь этих языков и у вас еще раз повторю хотя сказал начинается осведомленность о понимании и построении языков потому что за счет чего ребята это важно за счет того что процесс сравнения у вас начинает идти то есть вы начинаете понимать что в языках есть что это один момент второй момент архи архи важный значит ребят смотрите так 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 еще что я хотел сказать итог подводим да 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 итог подводим я то есть получилось совместно с ребятами как бы вывести классную формулу обучение языку то есть на основу на реальных результатах грубо говоря есть видео уроки есть код есть вопросы которые вот вы сейчас видите да то есть как помощь есть вопросы и есть то что мы просматривали сам код то есть основные понятия которые нужны каждодневно тот же супер те же работа с классами да то есть то что мы рассматривали чуть ранее да так вот когда мы начинаем применять вот этот еще вот этот метод мы во первых нарабатываем в сам язык потом когда мы видим эти вещи в реальной жизни мы понимаем что мы это уже действительно понимаем это важно да то есть это уже на автомате происходит следующий момент и мы нарабатываем реально. Кроме этого, когда я задаю вопросы, это следующий пункт. То есть, человек начинает ориентироваться в языке, в понятиях. То есть, он начинает использовать Google, если новичок, он не знает, куда пойти и что. И что делать. Но когда ставишь конкретный вопрос, что такое аргументы, то ответ найти просто. Допустим, набрать, а что такое аргументы в Википедии, а что такое аргументы в языке Котлин, а что такое аргументы или параметры, есть ли они в Котлин. Вот я задавал вопрос в Пайтон. То есть, по сути дела, когда я направил, сформулировал, человек из этого вопроса делает, но кроме этого он же уже учится. Он учится, получает информацию. Ребят, вот теперь самый важный момент. Что происходит с человеком? Вы никогда не задумывались? С человеком происходит то, что он во время этого процесса наконец-то начинает приобретать личный опыт. Личный опыт и уже читая информацию, отвечая на вопрос, он ее переосмысливает. Но в чем была моя цель? Моя цель была в том, чтобы поставить вопросы и мы разбирали, в принципе, массив строк. Массив строк, точку входа. То, что нужно в языке, допустим, в Котлин постоянно. Или там в Java. Но кроме этого мы затронули много чего вокруг. Но ведь процесс, который организован, он организован зачем? Чтобы человек приобретал личный опыт. Все это есть у нас на глубине души. Смотрите. Почему это пришло в голову? Да это простой ответ. Вы, пришла ваша жена домой и изготовила торт. Вы покушали, но теперь она умеет готовить торт, хоть по рецепту. Умеет. Она приобрела личный опыт. Ребят. И поэтому, когда в школе как бы сходится несколько подходов. Подход номер один. Это обучение по видеоурокам, где человек повторяет. И при этом, если он повторяет по несколько раз, то в принципе он начинает переосмысливать со второго раза. Второй вопрос. Вопросы. Да. Третий вопрос. Это постоянная практика с самим языком, важными понятиями. То есть, когда все это сливается, это действительно рождается программист. Но еще раз говорю. Что такое уметь программировать? Знать все, это не выход. То есть, нельзя знать все. Умение программировать, это по сути дела правильное пользование справкой. Ведь я не держу в голове все, что касается Джанго. Но я четко, когда я знаю, что мне сделать, допустим, мне надо, я подзабыл или хочется посмотреть, что там изменилось в мета. То есть, я-то в голове уже знаю, куда мне лезть. Я понимаю, что я сейчас кликну очень точно, то есть, Джанго. Дальше перейду в модель и мета-опции. То есть, я не тратил время. Я знал, куда пойти. Все мета-опции мне не было нужды держать. Тем более, они добавляются. Но когда мне надо что-то в мета прописать, то есть, добавить какие-то вещи к моей модели, допустим, изменить тоже название модели, да, для базы данных, то я знаю, куда лезть и как задать вопрос. Вот это самое важное и в программировании. Вот так человек может сам плыть. Так вот это, вот эти все вещи, они и формируют. Ребят, кто начал с этого видео, ссылки на школу в описании. Начать надо с сайта spb.ru. spb.ru. Здесь пожизненный доступ. Второй момент. Я рекомендую изучать это язык программирования Kotlin. Ребята, не потому, что Kotlin просто, а потому, что Kotlin это простой Java. Во-вторых, вы его будете точно использовать, потому что на нем, он включен в Android Studio официальным языком. То есть, мобильные приложения. В нашем мире все, что сейчас не происходит, превращается в мобильное приложение. Приобретайте опыт. Вот. Поэтому будут ссылки на SPB, почитайте. И надеюсь, что мое видео помогло вам просто по-другому посмотреть на то, как стать программистом. Спасибо за доверие.